В эфире телеканала Север программа актуальное интервью в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И сегодня гостями нашей студии стали представители Главного управления МЧС России по Няинскому округу. Это временно исполняющие обязанности Владимир Антонов, Александр Игнатьев и Денис Литвинов. Здравствуйте! Добрый день! Мы вот решили сегодня поговорить о такой теме, как пожары. У нас в регионе 2021 год начался, скажем так, с неутешительной статистики. Очень много пожаров в селах произошло. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, по статистике подробнее цифры. Добрый день! Я специально прихватил с собой данные статистики. На 26 февраля текущего года у нас на территории Няинского автономного округа произошло 36 пожаров уже с учетом сегодняшнего дня. И, к сожалению, на этих пожарах погибло 2 человека. То есть у нас есть в том числе и жертвы данных пожаров. Если говорить про прошлый год, то на данный период, на данное число у нас было всего 11 пожаров и один погибший. Мы говорим о трехкратном, соответственно, увеличении пожаров на территории Няинского автономного округа. Если говорить по статистике, то из 36 пожаров 22 пожара произошли в городской, так скажем, черте. Это на Ленмар и поселок Искатели. Ну и, соответственно, остальные пожары произошли в сельских местностях. Соответственно, это 13 пожаров. Один пожар на смену населенного пункта, это Балок, сгорел на границе с республикой, соответственно, Коми. Основными причинами пожара, как показала практика, у нас остается неисправность электропроводки и, соответственно, нарушение правил эксплуатации электрических приборов. В связи с тем, что у нас на территории округа, у нас в первых чисел января установилась аномально холодная погода и температуры у нас определенные рекорды бьют, отрицательные. Соответственно, люди пытаются обогреваться, включают дополнительные электроприборы, проводка не выдерживает. И, соответственно, у нас случаются пожары, как правило, в живом секторе. Также у нас, соответственно, нарушение правил эксплуатации печного отопления, это 11 пожаров, ну и 8 пожаров, это неосторонное обращение с огнем. Все остальные пожары, это другие причины, в том числе и два поджога у нас зафиксированы на территории Ненецкого автономного округа. Необходимо отметить также, что у нас участились случаи, когда горят автомобили, личный, так скажем, автотранспорт, в которых установлены предпусковые обогреватели, которые в течение ночи греются, автоматически включаются, ну и в результате происходит, соответственно, пожар. Понятно, что они греются бесконтрольно, хозяева на этот момент за ними не следят. Вот в результате, соответственно, происходит пожар, и мы фиксируем увеличение данных случаев на территории Ненецкого автономного округа. К сожалению, такая статистика. Знаю, что вот на пожары в селах, в Нельмином носе, по-моему, в Вандинге, предовлекались даже силы из Нарьинмара, да? Расскажите поподробнее про эти пожары в поселках. Ну, практически на прошлой неделе у нас произошло два пожара, это Нельмин нос и Антик, сгорело два частных жилых дома. В Нельмин носе, это частный жилом дом был пристроен, соответственно, магазин, здание пятой степени огнестойкости, если я не ошибаюсь. То есть, проблемы с тушением пожара были связаны с тем, что на территории Ненецкого автономного округа, как я уже сказал, была установилась аномально холодная погода, и силы и средства отряд государственной предпожарной службы, которые там привлекались к тушению этого пожара, к сожалению, своими силами они ликвидировать данные пожары не смогли. В результате было принято решение направления туда федеральной группировки, которая, соответственно, участвовала в тушении пожаров. К сожалению, на этих пожарах, в частности, в Аннике, у нас погиб один человек, это один из двух, которые у нас на данный момент в Ненецком округе являются погибшими в результате пожаров. Следующий вопрос к вам, Денис Александрович, вот только что Владимир Владимирович пояснил вот эти пожары основные, да, то есть это человеческий фактор, и как раз-таки, возможно, неисправность там каких-то приборов, еще что-то. Вот расскажите, какие меры профилактики наши жители должны помнить, соблюдать, чтобы избежать большого количества возгораний? Да, ну, как уже было сказано, это человеческий фактор, и вот отмечено в статистике, что 22 пожара произошли в жилфонде. Это более 50% от всех пожаров. Вот, ну, в первую очередь, что нужно делать? При топке печей запрещено оставлять без присмотра топящие печи. Также обязательно нужно следить за тем, чтобы не было перекала печи, так как это может привести также к возгоранию горючих конструкций, рядом с которыми печи установлены. Вот, ну, и при монтаже, при вновь строящихся зданиях, при те же самые бани, в гаражах печи устанавливают, очень часто нарушается отступка и разделка. Там, где дымоход проходит через горючие конструкции, как правило, кровли, чердачных перекрытий. Вот за этим нужно очень внимательно следить. Что касается электрооборудования, то же самое, как было отмечено, низкие температуры, возрастает нагрузка на электросети. Вот, были у нас случаи, когда и автомобили также обогревали с помощью электрообогревателей, обогревали гаражи, в которых автотехника хранится с помощью обогревателей, соответственно, оставляли без присмотра. Вот, происходила неисправность электрооборудования, вследствие пожар и был причинен материальный ущерб гражданам. Отдельно хотелось бы обратиться ко всем родителям, ко всем взрослым. Ни в коем случае также топку печей нельзя поручать детям, ни в коем случае не оставлять детей одних дома без присмотра, так как, во-первых, может произойти детская шалость, а в нем есть такая причина пожара. Вот, а во-вторых, если, например, какая-то случится экстренная ситуация, ну, тот же самый пожар, то детям вовремя никто не сможет прийти на помощь. Вот, к этому особое внимание нужно тоже обращать. Ну, если касается отойти от жилфонда, потому что в этом году у нас горит не только жилфонд, и промышленные предприятия, и торговые предприятия горят. Здесь уже к ответственным должностным лицам хочется обратиться. Возможно, есть где-то смысл провести дополнительные инструктажи, провести проверку систем пожарной автоматики, чтобы была исправна пожарная сигнализация, система оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, проверить пути эвакуации, чтобы они были все открыты, чтобы не было захламления, и чтобы персонал в организациях знал, как и что делать при пожаре. Ну, вот заговорили о действиях на пожарах. Знаю, что Александр Леонидович принимает непосредственное участие в тушении пожаров. И хотелось бы задать вам следующий вопрос. Человек, когда оказывается в такой экстренной ситуации, так скажем, потому что пожар – это определенный стресс, и человек может вообще запаниковать и забыть, как правильно себя вести. Какие вещи необходимо помнить в первую очередь, чтобы максимально себя обезопасить от огня или от дыма, и как вообще вести себя при пожаре? Да, тут, скажем так, есть, скажем так, разные сведения в разных источниках содержатся, значит, и некоторые специалисты все это трактуют по-разному. Ну, как показывает практика, вообще, скажем так, пожаротушения и вообще анализ, скажем так, разбора пожаров, основные ошибки в чем заключаются? Люди, во-первых, редко звонят, значит, они почему-то думают, что кто-то может позвонить за них и так далее. Значит, здесь надо очень четко помнить, что пожарная охрана не узнает, что у них происходит пожар, пока люди не позвонят. Звонить надо по, значит, городским сетям – это телефон 01, значит, по мобильным сетям – это телефон 101, 101. Также можно пользоваться телефоном 112. Почему я говорю, также можно пользоваться телефоном 112, потому что телефон 01 может быть занят, а телефон 112, он все равно вызов попадет, но там будет чуть-чуть немножко подольше, потому что время уйдет на переадресацию вызова. Значит, вот нужно звонить в обязательном порядке. Что нужно сообщать? Это адрес, потому что некоторые говорят, что, говорят просто, вот мы здесь находимся, или какие-то абстрактные вещи произносят. Нужен конкретный адрес, или хотя бы какие-то называть внешние ориентиры. Значит, и нужно, естественно, называть свой телефон. Это нужно для обратной связи. Вот. Бывает еще иногда люди нервничают, что диспетчер начинает общаться с этим абонентом, да, выяснять какие-то сведения. Вы, девушка, мол, отправляете машину, а что вы не расспрашиваете? На самом деле диспетчеры у нас, пожарные службы 112, они нацелены на то, что они уже сигнал подают, пока общаются, уже идет сбор личного состава, и нам нужно, чтобы выехать к месту пожара на сбор, скажем так, и выезд. Ну, минута нам нужна на это все дело, как правило, уходит минута в среднем. Это, опять же, сокращает время прибытия пожарного подразделения к месту пожара. Значит, современные пожары ничем отличаются. Отличаются тем, что возгорание происходит на начальных стадиях, скажем так, сначала довольно интенсивно. Дым содержит массу всяких веществ, отравляющих, в том числе, которые способны воспламеняться в вторичном объеме. И вот это, скажем так, основная опасность. Людям, скажем так, сейчас на данный момент не то, что неизвестно, а люди, скажем так, психологически это не воспринимают. И поэтому, значит, основная масса, скажем так, людей, она склонна недооценивать те опасности, которые несет в себе современный пожар. Вот, поэтому, скажем так, есть два алгоритма, основных алгоритма действия, к которым необходимо следовать. Первое, это если вы находитесь в том помещении, скажем так, где пожар не происходит, а где, значит, к вам поступает дым, и пожар происходит где-то в другом помещении. Ну вот, здесь нужно запомнить две вещи. Первое, это, естественно, никогда не нельзя идти в дым, даже если вы знаете по идее эвакуации, знаете, что вот здесь у вас находится дверь, значит, современный дым, он практически непроницаем для света, и поэтому вы попадаете в оптически непроницаемую среду и можете заблудиться. Значит, тело повернете на несколько градусов в ту или другую сторону, это приведет к тому, что вы заблудитесь, два-три вдоха могут играть роль о том, будет человек жить или нет. Поэтому надо уходить от дыма и закрывать за собой, скажем так, все двери, это позволит, что сделать, предотвратить быстрое распространение дыма в то место, где вы находитесь. Ну, естественно, вот, скажем так, перед началом программы мы тут говорили о том, что об окнах, когда, что дальше делать, нужно встать к окну, скажем так, открыть окно желательно, почему? Потому что свежий воздух будет поступать, разбавлять будет концентрацию угарного газа, и отравление угарным газом будет наступать гораздо позже, вот. И, естественно, нужно давать о себе знать, в том числе пользоваться телефоном, звонить на телефон, давать о себе знать, кричать, привлекать к себе внимание, значит, увешивать какие-то знаки там, в том числе там простыни белые или еще что-то, вот. И второй вариант, это когда вы заходите в помещение, скажем так, да, и увидите пожар. Что нужно здесь делать? Нужно, опять же, значит, во-первых, обращаю внимание на то, что нужно сразу закрыть дверь, сразу же закрыть дверь, сообщать пожарную охрану, скажем так, всех с этажа удалять, вот. Всех оповещать, значит, и самому оттуда эвакуироваться. Дальше еще есть некоторые стереотипы, это вот в том случае, когда пожар извне. Некоторые люди, недооценивая, скажем так, опасность современного дыма, выходят на личную клетку, пытаются проходить. Я могу привести массу примеров из боевой работы, когда мы находили целые семьи, значит, прямо на личных маршах, значит, и так далее. Поэтому вот этого делать категорически не надо. Вы еще говорили про то, что если вот помещение, где огонь, то нужно там на балкон, по-моему, да, и нельзя открывать окна. Ну, скажем так, можно уйти на балкон, понимаете, каждый случай он индивидуален, и таких, скажем, жестких алгоритмов, я вам сказал, все схематически. Значит, балконы тоже, да, это, если, например, уйти некуда, и везде, скажем так, уже дым, то, в принципе, можно уйти и на балкон, да. Но, опять же, надо закрывать за собой двери. Почему? Потому что, опять же, могу привести пример из боевой работы, когда люди, не закрывая двери, пожар распространялся, современный пожар распространяется по дыму, и людям, значит, создавалась угроза прямо, скажем так, на балконе, и люди оттуда просто выпрыгивали. Вот, и еще один есть момент, которым тоже люди не всегда подозревают, это выпрыгивание в окна, значит, в вторые, третьи, четвертые этажи. У нас в городе Наримаре жилье есть, семиэтажные здания и так далее. Значит, это категорически опасно, не надо прыгать. Почему? Потому что иногда присутствует, скажем так, некая толпа на улице, которая может там скандировать, призывать, прыгай, прыгай. Значит, это очень опасно. Я наблюдал случаи, когда выпрыгивали девушки, люди там с второго, там с третьего этажа, наблюдал открытые переломы ног и так далее, то есть тяжелейшие травмы. Поэтому, я еще раз повторюсь, надо закрывать все двери максимально, открывать источник свежего воздуха и максимально давать о себе как бы знать. И, скажем так, если вы зашли в помещение и там происходит пожар, то есть закрыть, всех оповещать, оттуда эвакуироваться. Вот, вот только таким образом. Знаю, что появилось недавно приложение, да, вот МЧС, где можно все эти правила увидеть. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, МЧС России уникальное приложение разработало, соответственно, в котором можно найти все ответы на вопросы и по правилам действия в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе и на пожаре в различных условиях, как в гараже, в автомобиле, в квартире, в частном доме, соответственно, так и по правилам оказания первой медицинской помощи. То есть можно быстро достаточно получить нужную информацию. Данное приложение можно скачать как на App Store, так и на Google Play. Приложение абсолютно бесплатное, занимает немного места в памяти телефона, очень полезное, всем, соответственно, рекомендую. Дополнительную информацию можно получить по данному приложению на сайте главного управления. Хотела еще более подробно поговорить про все-таки села, потому что много пожаров произошло на селе. Недавно на одном из оперативных совещаний губернатор дал поручение провести какую-нибудь учебу с теми, кто у нас отвечает за противопожарную безопасность на селе. Там у них, по-моему, созданы пожарные дружины, да, и где-то в каких-то селах есть отдельные посты. Можете рассказать, как вообще система пожаротушения и пожарной охраны организована вот именно в населенных пунктах Нянинского округа? Ну, это, скорее всего, Александр Леонидович сейчас доложит. Просто вчера у нас состоялось уже совещание по данному вопросу. Приглашались все главы муниципалитетов округа. Участвовали в данной работе, были заслушаны все проблемные вопросы, с чем они сталкиваются, в том числе и по комплектованию, в том числе и по организации противопожарного водоснабжения. И, соответственно, спланировано мероприятие по подготовке, по проведению занятий и семинаров по данной тематике. У нас в главном управлении данным видом деятельности занимается заместитель начальник главного управления по государственной предпожарной службе Александр Леонидович. Он будет непосредственно участвовать в этой работе. Он вам сейчас доложит более подробно. Ну, скажем так, я здесь что могу пояснить? Это один из вопросов, который у нас озвучивался, скажем так, и был доложен губернатору в процессе этого оперативного совещания, выездного, которое состоялось на Льминосе после пожара в этом поселке. И, скажем так, речь идет о чем? Речь идет о том, что, в принципе, работа у нас по подготовке наших коллег на селе она организована, но мы говорили о том, что нам необходимо эту работу систематизировать и несколько расширить. Почему? Потому что, скажем так, за последние пять лет у нас было проведено пять учебно-методических сборов с руководителями отдельных постов. Но мы, было озвучено губернатором, что мы не сможем, в принципе, ввиду отсутствия командировочных, скажем так, средств на командировочные расходы, привлекать сюда наших коллег для того, чтобы проводить полноценное обучение, скажем так, повышение их квалификаций. И, в принципе, как практика показывает, эту работу надо проводить, скажем так, целенаправленно и планомерно и постоянно. Почему? Потому что, во-первых, обстановка меняется, строительные материалы меняются, характер развития пожаров, он меняется, и мы должны коллекции их постоянно держать в курсе, скажем так, рассказывать им о каких-то новых приемах, методах противодействия, тому же замерзанию пожарно-технического вооружения, скажем так, каких-то новых способах тушения и так далее. И вот речь ведется о чем. И поэтому сейчас, вот на этом совещании было принято решение, пока, скажем так, на данном этапе, работают, развернем уже на весь округ, скажем так, с привлечением и с привлечением новых технических средств. Это, вот, имеется в виду, по ВКС-связи будем проводить занятия, значит, и, в принципе, работу эту будем расширять, вести дальше. Значит, я надеюсь, что, в принципе, нам это даст определенные результаты положительные. Почему? Потому что мы можем, понимаете, купить новую технику, построить новое пожарное депо, но если у людей, у профессионалов не будет правильного понимания, да, то, в принципе, все вот эти усилия и траты вот этих бюджетные, они будут просто, скажем так, сведены к минимуму, понимаете, эффективность вот этих всех усилий будет сведена к минимуму. Поэтому об этом тоже мы губернатору, скажем так, доложили, в принципе, и губернатор с нами согласился, значит, и вот это все вылилось именно вот в такое решение, которое было принято на судно-совещании, про которое говорил Владимир Владимирович. А как вообще организована система пожаротушения и пожарной охраны в селах, я знаю, что, по-моему, привлекаются пожарные дружинники, да, есть у вас такая практика? Да, там пожарные дружинники есть, скажем так, тут есть ряд некоторых моментов, которые необходимо нам решать, это связано с, скажем так, социальной поддержкой добровольчества пожарного, вот, в принципе, вот тот пожар, который был в Нерменном носе, несмотря на то, что оба здания и магазин и, скажем так, жилой дом в результате были довольно значительно повреждены огнем, но мы должны констатировать тот факт, что вот эта вот вся система, которая была организована, а там, значит, в Нерменном носе функционирует и отдельный пост, и имеется довольно боеспособная пожарная дружина в количестве десяти добровольцев из числа местного населения. Значит, она показала свою эффективность, почему? Потому что самое главное, не было допущено распространение на соседние здания, а там довольно плотная застройка, значит, и дровяные сараи, и в разрывах, и бани расположены, и строения все в основном деревянные, вот, и в принципе мы сейчас ведем речь о том, что вот как раз нужно нам в округе здесь создавать такую систему, что, значит, как, скажем так, стержнеобразующие, скажем так, подразделения, это наш отдельный пост, где на штатной основе у нас находятся наши сотрудники, которые есть чем заниматься, в том числе содержанием там пожарно-технического вооружения, поддержанием боеготовности, скажем так, и так далее, вот, а все добровольцы, они привлекаются уже только на тушение пожаров, либо на какое-то обучение, и вот такие схемы у нас действуют и уже отработаны во многих населенных пунктах, где-то, скажем так, сейчас камнем преткновения является финансирование, скажем так, какие-то финансовые вопросы, которые тоже необходимо решать, и вот, я думаю так, что, в принципе, если нам удастся выстроить такую систему, о которой я сейчас сказал, то, в принципе, мы можем говорить о том, что мы довольно эффективно, скажем так, и значительно поднимем, поднимем, да, уровень противопожарной защиты населения на селе, вот, в принципе, сейчас вот эта работа у нас, она началась, и как раз толчком к этому стал вот пожарный лиминонос. Александр Леонидович, ну вот если, например, человек живет на селе, но он не вступил в пожарную дружину по какой-то причине, но у него есть желание, куда ему обращаться, кому говорить о том, что он хочет вступить в эту пожарную дружину? Скажем так, все эти дела делаются у нас либо через отдельные посты, либо через общественные учреждения, которые у нас функционируют на территории округа, есть у нас одно общественное объединение, это добровольное пожарное, как скажем, добровольное пожарное общество, неизкоавтономного округа, которое носит у нас сейчас на данный момент выполняет представительские функции в основном, скажем так, и есть у нас два общественных учреждения. Одно общественное учреждение у нас, это оно еще со времен подписания в действие, вступления в действие сотого закона, это в Пустозерском сельсовете, это Оксино у нас и еще в двух населенных пунктах Пустозерского сельсовета оно действует. Я должен констатировать, что в принципе довольно боеспособное там подразделение, и там у них довольно неплохо отработано взаимодействие между, скажем так, профессиональными пожарными, там отдельный пост в количестве двух человек есть, и добавленная дружина там действует. Внешним проявлением вот этого результата, их работы может послужить, что недавний пожар, который был у нас в прошлом году, по-моему, электростанция там загорела, пожар был ликвидирован на начальной стадии, да, и, скажем так, уже практически через два часа с небольшим было возобновлено подача электроэнергии, возобновлена, да, подача электроэнергии на поселок, на село Оксино. Вот, потом у нас есть еще одно учреждение, которое дислоцируется здесь в городе, на Ринмаре, оно у нас защищает в основном отдаленные населенные пункты, почему? Потому что, как правило, отдельными постами у нас защищены административные центры сельских поселений, вот, а все отдаленные населенные пункты у нас добровольная пожарная команда Деньского автономного округа, действует на территории, вот, нужно писать заявление, скажем так, потом мы этого человека регистрируем и вносим в реестр добровольного пожарного, с ним заключается гражданско-правовой договор, значит, которым там оговариваются все условия, значит, и потом уже человек проходит первоначальное какое-то обучение, как правило, при отдельных постах это все дело происходит, вот, и человек становится добровольным пожарным. Значит, у нас есть опыт, скажем так, мы сейчас начали работу с молодежкой ОНФ, где ребята, как бы, к нам пришли, которые изъявили желание стать нашими добровольными помощниками, это ребята вообще, скажем так, они волонтеры, вот, и, скажем так, у нас одно вступительное занятие с ними прошло, мы составили план, вот, и планируем где-то вот сейчас после того, как у нас пройдут вот эти все морозы, скажем так, уже приступить к обучению, потому что большую часть практических занятий нужно проводить на свежем воздухе, поэтому мы сейчас немножко подождем, и вот, когда у нас температура наружного воздуха стабилизируется, будем проводить с ними занятия, вот, и я надеюсь на то, что в итоге они станут нашими добровольными помощниками, вот, вот таким образом. Коль, уже заговорили об обучении, знаю, что вот внутри пожарной части нашей, да, на Ренмарской, проходят постоянно какие-то тренировки и теоретическая учеба. Вот расскажите поподробнее, мы просто как-то даже были у вас на одних изучениях, и там у вас какая-то специальная кабина, да, или, как он, бокс какой-то, который можно, камера горения, как-то вот так она называется, где пожарный может прямо вот в реальных условиях отработать натушение и задымление. Да, у нас в течение 19-го года был построен огневой тренажер на нашей базе, там, на Первомайской, значит, он был введен в строй, апробирован нами, цель его постройки какая, это приблизить подготовку, скажем так, личного состава федеральной противопожарной службы к реальным условиям на пожаре. Почему? Потому что, скажем так, где-то примерно, когда пожар принимает развитую форму, где-то на исходе, значит, пятой минуты температура в помещении горячем на уровне полутора метров от пола достигает 800-900 градусов. Поэтому, скажем так, чтобы уметь работать в таких условиях, значит, мы эту обстановку обязаны, скажем так, моделировать принудительно. Вот, для этих целей у нас был построен вот этот огневой тренажер, скажем так, и в прошлом году у нас были проведены учебно-методические сборы по подготовке инструкторов. Вот, в этом году мы с наступлением весны эти, скажем так, занятия продолжим, и я думаю, к исходу осени текущего года мы будем иметь уже порядка, значит, 7-8 человек инструкторов своих, которые будут проводить регулярные занятия с личным составом в огневом тренажере. Помимо всего прочего, мы очень много внимания уделяем подготовке категории такой, которые называются руководители тушения пожара. Значит, в нашей профессии дело все в том, что основные решения на пожаре, каждый пожар он индивидуален, он происходит стихийно, и поэтому головой там никакие решения, скажем так, не примешь, ну, скажем так, логическими измышлениями и так далее. Все решения принимаются на уровне интуиции, а для того, чтобы интуиция это чувство тоже тренируемое, но для этого руководителю тушения пожара потенциальному необходимо в голове постоянно заниматься анализом и прокручивать много разных ситуаций, с которыми он может столкнуться на реальном пожаре. И поэтому, скажем так, для того, чтобы вот это пожарно-тактическое мышление развивать, мы как раз этому вопросу уделяем очень большое внимание. Вот, ну и это у нас происходят эти занятия раз в квартал, либо по необходимости мы проводим, скажем так, разборы пожаров, которые происходят, также мы проводим пожарно-тактическое учение. Вот, последнее пожарно-тактическое учение мы проводили крупное на Дом культуры Арктика, это было у нас буквально недавно. Спасибо большое за развернутый ответ, и хотелось бы в завершение, может быть, чтобы вы подвели итог, да, и еще раз обратились к жителям Ненинского округа, напомнив основные правила. Да, уважаемые жители Ненинского автономного округа, хочу обратиться с вам с огромной просьбой, чтобы в своей повседневной жизнедеятельности вы соблюдали элементарно правила пожарной безопасности. Это позволит не допустить трагических последствий. Спасибо. Я благодарю вас, что нашли время в вашем плотном графике и посетили нашу студию. Я напомню, гостями телеканала «Север» стали представители главного управления МЧС России по Ненинскому округу. Я же на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МЧС России по Ненинскому округу.